МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Горбко ситуацию поясняю. Рафик Дениславович, Сергей Фёдорович. Остановлены две грузовые машины, они здесь стоят. Водители рядом с нами стоят. Раз водителям, два водителя. Предъявили данные пропуска на проезд грузового транспорта. Знаете, наверное, что такое? Да слышали? Да. На мой взгляд, вроде пропуска нормальна, но при проверке, сверке со сведениями Управления коммунального хозяйства города Уфы было установлено, что на территории города Уфы пропуска за такими номерами не выдавались. Что сказали? Пропуск был приобретен, как положено, за ЖКХ или как, не знаю точно, не могу сказать. Просто приобретен был за деньги, все заплачено, как положено. Сегодня во время несильной службы были остановлены две автомашины. Машины двигаются со стороны города Сарль-Тамак и город Уфу, перевозят строительные материалы в виде цемента. При проверке документов водители обеих автомашин предъявили специальное пропуска, дающие право на въезд в территорию городского округа города Уфа грузовым транспортом. За теми номерами, которые указаны на пропусках этих водителей, на территории города Уфы не выдавались, что вызвало сомнение подлинности этих пропусков. На месте остановки машин сейчас будет собран материал, бланки этих пропусков будут изъяты, после чего будут доставлены в территориальные отделы полиции. Я представитель строительной компании, которая, понимаешь, использует данный материал, который перевозили эти машины. Вот, что касается его, я могу ответить все на эти вопросы. А первый раз такого? Ну, по крайней мере, за последние 15 лет моей работы на стройке, да, первый раз. А какие возможности, вот сейчас простоит получается, простоят две машины, потом уйдут наши трассы, какие последствия возможны для вас? Ну, последствия какие? Для меня у меня сейчас стройка остановилась вся. То есть отделочная работа на строительном объекте у меня остановилась, потому что я с Севасаи эти жду, без них работа практически невозможна работать. Данные водителей вместе с документами, предъявленными при проверке, будут доставлены в территориальный отдел полиции номер 3. Там их будет опрашивать дознаватель. Автомобили они где оставляют? Автомобили будут взвешены на весовом контроле. Если осевые нагрузки превысят оговоренные в решении городского совета и округа нормы, в отношении водителя от 1000 до 2500 штраф, далее рассматривается вопрос о привлечении должностного и юридических лиц. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!